Который, он великий, он заслуженно получил этот эпитет и с ним вошел в историю. Это человек, который, он, правда, не он был объединителем Польши, это сделал его отец, но, во всяком случае, он, когда он сел на трон, ему было 23 года, что это все-таки была отсталая аграрная страна, она была деревянная. Он застал Польшу деревянной, он ставил ее в камеру, построил 40 городов, крепостей. И это был очень мудрый политик, очень мощный, это был мунициативный государственный муж, который, он, кстати, присоединил Украину, Червоную Русь, к землям польской короны, но он никогда, вот, знаете, он был таким типом правителя, который говорил, я не король вашей совести. Вот мне, пожалуйста, вот налоги, а остальное, ваше, так сказать, это меня не интересует. То есть, я вообще в это не вхожу. Вот налоги, вот давайте армия, строительство, вот мне на все это нужны деньги, вы мои налогоплательщики, а я вас защищаю. И, ну, потому что еще в 14 веке католическая церковь в Польше не была так сильна, чтобы оказывать на него какое-то существенное такое давление. Он вполне, как сильный правитель, вполне справлялся ему противостоять. У него это очень хорошо получалось. Потом все пошло хуже. То есть, церковь все больше укреплялась, а королевская власть, если мы имеем в виду восточноевропейский регион, слабела. Поэтому, вот когда церковь начинала играть первую скрипку, тогда действительно вот эти вероисповедные догматические вопросы выходили на первый план, и они начинали рулить политиками и внутренней, и внешней. Поэтому, скажем, противниками могли считаться и граждане этого государства. Например, тот, кто сменил Казимира на троне, он был совершенно другой человек, он был такой фанатичный католик, и он к православному населению, которое входило в состав королевства, эти украинские земли, он к ним относился как к схизматикам и эритикам, и у них был выбор такой, огнем и мечом, да, или вы перекрещиваетесь в католицизм, или вы покидаете гостеприимный предел нашей страны. То есть, понимаете, это всякий раз еще и зависит от взаимодействия и соотношения сил между светской властью и церковной властью. Кто сильнее, чья скрипка первая в государстве? Это касается не только иудейского населения. Ну, разумеется, в случае таких моноэтнических образований, какими были там немецкие княжства, «Ein König», «Ein Land», «Ein Feuer», там ситуация, конечно, значительно более жесткая. Но если мы будем иметь в виду такое многонациональное, такое поликонфессиональное образование, каким, например, была Речь Посполитой и Великое княжество литовское, где жило много народов, то тут ситуацию, тут нужно было вести какую-то национальную конфессиональную политику. Правитель для того, чтобы достичь процветания благоденствия своей страны, он же не заинтересован во внутренних конфликтах, он не заинтересован в религиозных войнах внутри своего государства. Между кем и кем бы они ни велись, будь то иудеи, которые, кстати сказать, платят ему исправные налоги. Которые пополняют его казну. Которые в наследии традиции Римской империи евреи – это кто это? Рабы, казны. Это люди, пополняющие казну. Это экономически очень выгодная, такая этноконфессиональная прослойка, выгодна для государства. И вот когда приходит на трон такой человек, как им был Казимир Великий, он просто открывает очень широко двери для иммигрантов. Причем всяких иммигрантов. Он призовет, как правило, разумеется, он приглашает иммигрантов из цивилизационно более высокоразвитых земель, стран. Он приглашает шотландцев, он приглашает немцев, он приглашает иудеев, он приглашает армян. Понимаете, такой правитель, он думает о благе государства. Он не думает о том, какому богу молятся эти люди. Он вообще не входит в эти обстоятельства. Его интересует, что эти немцы умеют, могут ли они построить города, могут ли эти иудеи печатать монеты, заниматься банковскими операциями, управлять международной торговлей. Его интересует экономическая выгода, благополучие, процветание государства. И такого типа правителей в этом преуспевают. Но, конечно, существуют и периоды слияния, как бы такого периода, такого тандема между светской и церковной властью, когда они пойдут в унисон. Это бывает, скажем, если мы имеем в виду иудейское население, для иудеев, вообще иноверцев, вообще иноверцев. Это, эти периоды более тревожные, конечно. Потому что всегда, когда происходит попытка унификации или введения какого-то тоталитарного порядка, то есть объемлющего всех одинаково, это всегда угроза каждой национальной общности. И вот тот мультикультурализм, плюрализм, к которому сейчас приходит современный нам мир, и что так обсуждается в современной культуре, ну, разумеется, развитых странах. Потому что до понимания ценности этого нужно цивилизационно дорасти. В ситуации такой моноэтничности, моноконфессиональности, такого узкого, узкопонимаемых национальных интересов или конфессиональных интересов. Конечно, идея поликультурности, она как бы не посещает еще сознание людей. Так вот, значит, если мы скажем, если мы ответим, что на вопрос, почему вообще это возникает, откуда это берется, один ответ мы как бы обрисовали, реконструировали. Церковь борется за свою силу и единство. И ей непременно для этого объединения нужен какой-то внешний враг. Нужен тот, против кого объединится церковный народ. Действительно, в периоды всякой, вы знаете, антинациональной опасности, не дай бог войны, происходит консолидация общества, консолидация сил. Если войны нет, ее надо придумать. Маленькая молниеносная война, которая сплотит нацию. То есть это известно не только психологам, это, к сожалению, очень хорошо известно политикам. Политикам всех времен народов. Они это знают, они эту карту разыгрывают. Вот. Значит, один ответ на вопрос, как это, откуда это, кого истоки, каков генезис такого рода легенд и такого рода предрассудков. Значит, один ответ, что это политика церкви. Ответ правильный, но не полный. Совершенно не описывающий весь объем и глубину этой проблемы. Второй ответ, экономическая конкуренция и попытка выдавить, вытеснить более успешного соперника из, значит, зримого поля, ответ тоже правильный, частичный, совершенно не исчерпывающийся. Там есть гораздо более глубинные вещи. И когда мы с вами вглядываемся во всю эту ситуацию и с преследованиями, обвинениями, с этими вымышленными сюжетами, они, кстати, очень красивые, очень поэтичные, тут совершенно нельзя им отказать в этой изысканной готической ужасной красоте. Тут тоже надо это иметь в виду. Так вот, когда мы пытаемся вглядеться в эти сюжеты, мы занимаем позицию рациональную, мы занимаем позицию исследователя, аналитика, который рассматривает эти элементы, их происхождение, их соотношение, их структуру, их место в структуре. Но это абсолютно рациональный подход. Мы должны учитывать сами по себе эти легенды. Они растут совершенно из другой почвы. Они иррациональны. Они никоим образом их нельзя опровергнуть, потому что эти стрелы не достигают этой цели. Опровергая их, все те ученые, как замечательный Герман Штрек, или как замечательный наш российский ученый Вальсон, и многие другие, которые писали свои замечательные труды, исчерпывающие материалы, которые сдавали тома, которые пытались что-то рационалистически доказать. Но те люди, которые являются носителями этих представлений, они не читают этих трудов, и они не пользуются аргументами рацию, потому что эти предрассудки связаны совершенно с другим, они связаны с иррациональной сферой, с мифопоэтическим сознанием. Это очень важно понимать, они отчасти поэтому и так безумно красивы, безумно поэтичны. Вообще, если мы пойдем в глубину этого сюжета, то мы, прежде всего должны будем сосредоточиться на том особом значении, которое мифопоэтическое или первобытное сознание придает человеческой крови. Я вам напомню например об описаниях Уплиния старшего, который описывает как можно использовать кровь для исцеления от проказа. Нужно купаться в крови лучше всего младенцев. Но княгиня Елизавета Батори она была женщина чрезвычайной красоты, но она хотела ее поддерживать теми средствами, которые 16-й, начало 17-го века, теми средствами, которые предписывала современная ей медицинская мысль. это тоже это купание в крови молодых девушек. Она десятками убивала, ну то есть в ее замок приводила. Вы знаете эти истории про Елизавету Батори? это очень младенец. Ну там под разными предлогами. Красивые девушки. Понимаете? Так, вы знаете, вот что, я хотела бы, вот тот документальный фильм, который я вам принесла в качестве такой иллюстрации к нашему этому введению, он продолжается 40 минут и сейчас как раз было бы время к нему перейти. Я скажу просто два слова об этом фильме. У нас же еще с вами будет два занятия, так что я вам про всю эту кровь и как надо правильно смачивать платок в крови казненного. Вы знаете, что и во время битв гладиаторов, да, когда убивали гладиатора, да, причем кровь должна быть коллегия не просто так вот какая-то там кровь откуда-то из анализа, из какой-то пробирки. Это неинтересно, это неэффективно. Кровь должна быть. Вот убили гладиатора, гладиатора, Да. А вы не хотели бы подключить кровь, потому что можно выложить. А как? К моболку подключить. Нет, а мы уже наладили вот это. Да, а это разве небольшой? это больше. Это больше. система. Которая вообще польская исследовательница, замечательный специалист по кровавому навету, просто исключительный, она написала такую работу об одном из источников вообще этого сюжета кровавого навета. Этот источник она видит, она не одинокая, есть другие продукты, она видит в современных тогдашних медицинских представлениях. Представления о целебных функциях крови, о целебной и магической функции. Конечно, это касается вообще не только крови, это касается вообще любых существуют медицинские труды с рецептами, это касается разных выделений человека и животного и так далее. Кстати сказать, между прочим недавно сравнительно недавние труды по уринотерапии например, это не очень далеко уходит от средневеков представлений. В фараон был египетский фараон, который был болен проказой, ежедневно ему как рассказывает нам Медра, поставляли 150 еврейских детей, из них выпускалась кровь и фараон погружался в эту кровавую ванну. То же самое это египетский фараон времен пребывания в египетском плене иудеев. Спустя много веков то же самое делает Елизавета Батурин. Кампула кровь этой оскверненной гости светится радуга но разумеется исцеляются больные которые приходят на это место король Владислав Егелла ваш моя дорогая костер чрезвычайно заинтересован в том чтобы развивались культы святых в тех местах где произошло мученичество значит документальный фильм который я вам принесла он снят Европейского Союза совместных производств Франции Италии нет Германии Италии и Польши но вы видите и он рассматривает несколько таких типовых эпизодов кровавого навета рассматривается эпизод который имел место в Сандомире или в Сандомир по-польски в конце 17 века там был похищен ребенок аптекаря двух или трех лет евреи конечно выпустили всю кровь собрали в сосуды но как это им и свойственно потом они решили разрезали этого ребенка на куски скормили все это очень точно записано описано в десятках вариантов текстов более того это изображено художником Деприво в 1710 году то есть спустя несколько десятилетий он изобразил этот сюжет и этот сюжет эти фрески это живопись представлена в кафедральном соборе города Сандомирже сегодня и мы ездили вот с нашей польской школой ездили и видели все эти замечательные значит изображения 1710 года и там идет большая дискуссия вот можно ли это сохранять внутри храма сегодня сходный сюжет касается белья 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 меморгического это 1140 год это Англия то есть тут разная география тут есть английский сюжет тут есть австрийский сюжет андерле ринский тут есть польский сюжет тут есть итальянский сюжет Симон из Трента они все однотипны это похищение ребенка это его распятие мучения страсти повторяющие страсти криста и потом биотификация потом его объявляют мучеником и возникает его культ и эти местные культы весьма живучи он так и назывался что-то от жидово-мученой от жидово-мученой но это в русских русскоязычных регионах Германии ну когда мы будем говорить о литературных отражениях я вам подробнее скажу Югенштайн еврейский камень на котором его резали это и есть Югенштайн там ходят поклоняются но сейчас вы все это увидите